Каждый второй сибиряк готов тратить деньги на благотворительность. К такому выводу пришли в Московском многофункциональном аналитическом центре. Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, по которому средства сброшенных банковских счетов, хозяева которых потеряли к ним доступ или умерли, направят на благое дело. Это без малого 300 миллиардов рублей. Насколько сердобольны россияне, выяснили мои коллеги. В этом кукольном театре есть касса, но нет билетера. Вместо него говорящая марионетка. Посетители оставляют деньги в мешочке и сами берут билеты. 100 рублей детский и 200 взрослый. Платят все. Директор Томского кукольного театра «ДВАКУ» Владимир Захаров говорит, за 11 лет, что практикуют такую систему, ни один спектакль не сыграли в минус. Такая же система у нас и в буфете. Мы там просто угощаем, но для слабонервных там висит мешок, куда они могут положить какие-то деньги. Психологи говорят, что зрителями движет так называемый социальный принцип взаимного обмена. То есть после получения услуги человек на подсознательном уровне чувствует, что кому-то все-таки обязан. Никто не говорит, что вы что-то должны, но пользуясь какими-то услугами, пользуясь какими-то благами, вы автоматически запускаете вот этот вот механизм внутри вас, который говорит, раз мне оказали услугу, я должен оказать ответную услугу. Ну иначе вы изгой. И это проявляется, в общем-то, во всех сообществах. На принципе взаимного обмена основана и популярная сейчас система оплаты – донейшн. В переводе с английского – пожертвование. К примеру, после занятия йогой посетителям предлагают заплатить столько, сколько они считают нужным. Или сколько есть в кармане. В Новосибирске подобную систему практикуют лишь в одной студии. Правда, руководитель говорит, это малоэффективно. Люди не понимают новшеств, смущаются, боятся переплатить или заплатить мало. Есть те, кто считает, что по такой системе будет работать только тренер низкой квалификации. Это хороший шанс людям попасть на занятия, если, например, они пока не имеют финансовой возможности оплатить занятия в какой-то дорогой студии. Мы даем возможность прийти на занятия всем – и студентам, и пенсионерам. Ну или просто сегодня такой период у вас в жизни, что вы не можете потратить много денег, а заниматься хотите. Впрочем, бескорыстным такой принцип оказания услуги не назовешь. Но вот с кого сибиряки никогда не возьмут денег, так это с человека, попавшего в беду. Завести машину в минус 30 или откопать гараж. У автолюбителей пригорода Томска есть добрая привычка – подвозить до города каждого односельчанина, который стоит на остановке. А о МИЧИ в прошлом году отметились акцией на радио «Сибирь» «Сибиряк поможет». Жители звонили ведущим и в прямом эфире просили помощи у горожан. Обращений – тысячи. Причем о тех, кто нуждается в помощи, и о тех, кто может ее оказать. В этом году по городу курсирует маршрутное такси, водитель которого угощает пассажиров конфетами. Просто так, чтобы поднять настроение. Казалось бы, пустяк, но о МИЧИ в буквальном смысле расплываются в улыбке. В общем, твори добро, и оно к тебе обязательно вернется. Динара Ганеева, Светлана Иловнарова, Лидия Захарова и Сергей Степанишин. Новости здесь. Омск.